Противостояние Тамбова и Динамо МГТУ длится уже давно. На выезде в довольно напряженной встрече «Волки» сыграли 1-1. В этот раз паркет наш, однако команда соперников тоже стала сильнее. Но и к этому тамбовчане готовы. Мы же разбираем каждую комбинацию, каждую команду, готовимся к их атаке, к их защите, чтобы на что-то их поймать, на чем-то самим сыграть так, чтобы они ошиблись. То есть, естественно, волнение оно всегда присутствует. Но это перед игрой, как только начинают играть, я думаю, все волнение сразу попадает. Началась игра «Хорошо для хозяев», открыли счеты и даже смогли выполнить пару техничных маневров. Однако гости из Майкопа перехватили инициативу и положили в корзину сразу несколько мячей подряд. Стали заметны переживания «Волков», которые перед Новым годом потеряли нескольких травмированных игроков. Но даже несмотря на это ребята готовы принимать бой даже против такой сильной команды. Первая четверть все равно осталась за гостями. В перерыве традиционная минутка тактики от тренера. Чуть-чуть давим, успеваем, агрессии нет. Опять же смотрим, как играет против вас. То ли игроки поверили в себя, то ли помог тренерский совет. Но уже во второй четверти игра тамбовчан серьезно переменилась. Больше агрессии в защите, смелые ходы, в итоге почти равный счет. Трибуны, сначала сидевшие в тишине, стали заметно оживленнее. У зрителей появилась вера в успех. Хотелось бы, конечно, выиграть, но мы понимаем, что очень много игроков заменили совсем недавно. Поэтому, скорее всего, им нужно время, чтобы сыграться. Однако новички не подвели преданных фанатов. Уже в третьей четверти тамбов вырвался вперед. Игра стала резче и гораздо смелее. Рискованные передачи полностью оправдали себя и принесли нашей команде заслуженную победу со счетом 82-61. Теперь ребят ждет ответный матч, а 9 и 10 февраля баскетбольный клуб «Тамбов» сойдется в схватке с краснодарским клубом «Локомотив Кубань». Александр Титов, Валентин Толстых, Ольга Кириллова. Область новостей.